Сегодня в студии начальник управления автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской области Евгений Турбин. Добрый день, Евгений Николаевич. Осень, время собирать камни, считать построенные километры. Я просто обращаю внимание, буквально вчера Дальневосточный телеграм-канал распространили интервью временно исполняющей обязанности губернатора Ратислава Эрнстовича Гольштейна. В том числе он отметил, что как положительные результаты работы дорожной отрасли и строительства. Что на ваш взгляд стало главными слагами успеха? Как и в любом деле, которое разлаживается на нескольких частей. Первая часть, я считаю, что все-таки слаженная работа правительства и руководства области во главе с Рио губернатора. И вторая слагающая успеха, это естественно работа подрядчиков, которые были привлечены для выполнения этих работ. Они были непростые, этот сезон был непростой. И очень много было объектов, они контрактовались по времени года в разные периоды. То есть очень много контрактов было заключено во второй половине полугодия этого. Поэтому подрядчики были поставлены в непростые условия. И сегодня, правильно вы сказали, время собирать камни. Действительно это так. Работа на многих объектах уже заканчивается. И можно сказать, что мы с положительной динамикой выходим, в сентябре закончатся все работы, которые связаны с асфальтобетоном. В октябре будут завершены все сопутствующие работы, которые уже не связаны с асфальтобетоном. Это и знаки дорожные, и обочины. То есть полностью объекты будут готовиться к водоэксплуатации. Достаточно много объектов, в принципе, было и названо, определено в задачах. И на каких-то объектах часть работ завершена. А вот что можно считать успехом региона именно в этой сфере в 2020 году? Я считаю, что одним из наиболее знаковых успехов наших – это увеличение привлеченных федеральных средств. Это первое. В прошлом году было привлечено 180 миллионов федеральных средств на осуществление региональных программ в области дорожного хозяйства. В этом году эта цифра уже почти под 400 миллионов. И причем особенность есть. В прошлом году из дорожного фонда, из регионального, по этим программам федеральных средств на местные дороги не выделялось вовсе. В этом году ситуация поменялась. И почти 380 миллионов выделено именно для реализации местных программ, для реализации местных объектов. Это действительно впервые. Это дороги и ремонт уличной сети. Да. И вот здесь надо сказать, что эти средства были выделены из федерального бюджета в рамках планов социального развития точек экономического роста, которые ведет Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. И это прямая заслуга временно исполняющих обязанностей, потому что действительно никогда не выделялось на дорожную сеть именно из этих программ. Это впервые. Ну, результаты видны. А вот можно телезрителям напомнить о размерах нашего дорожного фонда? Здесь тоже хотел бы противопоставить прошлый дорожный фонд прошлого года. Этот дорожный фонд, потому что тоже есть чем похвалиться, скажем так. Прошлый дорожный фонд был в размере около 900 миллионов рублей. Он слаживается из всего. То есть из всех поступивших налоговых зачислений плюс средства федерального бюджета, которые были привлечены для реализации наших программ. В этом году эта цифра почти миллиард 150 миллионов. То есть более чем 20% увеличения произошло. Раз уж мы говорим об объемах, о том, что сегодня готово, таки в километры все это переведем слова. Вот сколько километров было отремонтировано дорог? И на ваш взгляд, есть ли у нас резервы для того, чтобы увеличить этот показатель? В этом году, если говорить про ремонт этого года, то три региональных объекта было проведено. Наверное, позже остановимся по национальному проекту. Здесь перекликаются. То есть мы в рамках обыкновенной своей деятельности по реализации государственной программы развития сети дорог одновременно с этим параллельно выполняем задачи, поставленные национальным проектом. Здесь надо говорить о том, что мы отремонтируем два объекта протяженностью 6 километров, это на региональной сети дорог. И плюс закончили объект реконструкции протяженностью 4,5 километра. Проект довольно-таки тяжелый объект, потому что он в финансовом наполнении. То есть там сумма не маленькая, потому что реконструкция вообще предполагает возведение дороги, начиная с самой основы. Поэтому дорогостоящий объект, исходя из возможностей дорожного фонда, реализовывался 3 года. В этом году мы завершили. И здесь, я думаю, население напрямую оценило нашу работу, потому что дорога, которая сдавалась в этом году, прошла в границах села Юрийской области, Толпотное поле. И сегодня там просто картинка. Построены тротуары, построены освещение, современная дорога и все конструктивы, которые сделаны по современным требованиям. Ну, просто преобразился этот участок, особенно в границах села. Ну да, все, кто там ездит в направлении Ленинского или Октябрьского района, они уже действительно оценили и качество дороги, и качество придорожной инфраструктуры. Это действительно, ну, наверное, такие требования. Да, требования ГОСТа. Конечно, если бы нам позволяли объемы нашего Дружного фонда, плюс федеральные привлеченные, мы бы каждый год вводили такие объекты, потому что есть проекты, есть желания и возможности подрядчиков потенциальных, которые могли бы поучаствовать в этих мероприятиях. Все, конечно, в конечном итоге остается за деньгами. Не привлекли федеральных. Ну, надо дать должное. Это у нас в ряде районов, насколько я знаю, там, где проходят региональные трассы в границах поселений, там тоже ведется оборудование тротуаров, освещение и тому подобное. В этой связи, хочу спросить, вы уже упомянули о том, что очень значительные средства были переданы муниципалитетам на ремонт, да, дорожной сети, уличной сети. Работы велись во всех районах или кто-то так? Без исключения. То есть, здесь, опять же, это нужно поблагодарить руководство области, потому что была проведена предварительная работа с муниципалитетами, с нашими структурами, чтобы собрать все предложения, все, ну, как сказать, чаяния населения, да, которые видят главы администрации муниципальных районов. У кого-то были проекты, как вот можно в пример поставить, в хороший пример, Ленинский муниципальный район, там уже существовали проекты готовые, только к реализации необходимо было получить средства, которые и были получены в этом году. В других районах это делалось, ну, грубо говоря, с коленки, да, там, колеса. Но, однако же все равно это все было сделано, муниципальные образования справились, сделали сметы, сделали чертежи, и сегодня, можно сказать, уверенно, что все муниципальные образования области в этом процессе поучаствовали. Эти деньги, которые я назвал, 380 миллионов, в каждое муниципальное образование сделало там свои объекты. Ну, и будем надеяться все-таки, что в этом году у нас обойдется без серьезных потрясений для дорожной отрасли, которая традиционно соявляется, паводки, да, вот эти вот оперативные реагирования, да, вот на вот эти нештатные ситуации, я так понимаю, отвлекает и силы, и время, и средства, да? Совершенно верно, совершенно верно. Но мы пока на это не рассчитываем, потому что погода на самом деле оставляет желать лучшим, и наблюдаются явления неблагоприятные, и на дорогах тоже, и дожди, и ветра, и все остальное. И надо сказать, что мы еще не устранили последствия паводка прошлого года, потому что в этом году только в июле месяце началась работа с федеральным агентством по доведению лимитов, соответствующих до муниципальных областей, которые впоследствии мы доведем до муниципалов. И сегодня уже на стадии подписания этого соглашения, надеемся, что в ближайшее время мы все-таки восстановим те дороги и те элементы поврежденные в прошлогодние, и с тревогой наблюдаем, что происходит сейчас на дорогах, и гидрологическая ситуация осложняется, и не хотелось бы, чтобы один паводок нашел на другой. Перешел на другой, да. В настоящее время, ну, сентябрь, ряд объектов, мы уже говорили об этом, сданы, тоже упомянули о дороге, допустим, в границах села Опытное поле, и часть объектов, я так понимаю, уже готовят, ну, или готовятся, да, вот к сдаче? Да, есть такие объекты, и сегодня они приближаются уже к 50%, то есть по целевым показателям, которые в программе утверждены, да, по планам социального и экономического развития центров экономического роста, где участвуют муниципалитеты, там более 40 километров ремонтов пройдет в этом году по всем муниципальным образованиям. Можно сказать, что половина из этих объектов уже на выходе. Остальные, ну, я говорил, что в сентябре задача стоит у муниципальных образований закрыть все асфальтобетоном, потому что погодные условия наиболее оптимальные для этого, ну, сентябрь это уже надо завершать. Ну, и температура, температура, температурный режим, и влажный, ну, все эти параметры, они в сентябре должны закончиться. Все остальное сопутствующее можно доделать хоть до конца года. Конечно, никто этого не будет делать, но потому что для дорожников середина октября нужно завершать все работы, которые проводятся на сети дорог. Либо уходить. Либо уходить на следующий год. На следующий год, да. Чего, наверное, никому не хочется. Никому не хочется, конечно. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» действительно включает в себя не только реконструкцию, да, вот строительство, ну, собственно говоря, дорог, там много вопросов возникает по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, там, какой-то городской инфраструктуры. Такие же работы, насколько мы знаем, ведутся у нас в Биробиджане. Насколько вот объемные они? Нацпроект, вообще, конечно, широкое понятие «безопасные и качественные дороги», там, он включает в себя три федеральных проекта. Показатели по трем федеральным проектам – это дорожная сеть, это безопасность дорожного движения и вообще российские меры по развитию дорожного хозяйства. Вот эти три проекта, там, в каждом из них есть показатели. Конечно, самый главный для нас сегодня – это дорожная сеть, потому что он финансируется, во-первых, там стоят сроки, там контракты и показатели, соответствующие по вводу объектов в эксплуатацию. В этом проекте задействована городская агломерация. Второй год подряд они выполняют ремонты дорог на уличной сети города. Городу нужно до 2024 года 85% сети дорог привести в нормативное состояние. Это очень серьезная задача. И под те финансовые средства, конечно, которые выделяются сегодня, это 150 миллионов ежегодно, они в прошлом году получили 150, в этом году, на следующий год получат 150. Им нужно эти все задачи выполнить. Это порядка 120 километров дорог нужно отремонтировать в целом. В прошлом году они отремонтировали 9,5 километров, в этом году нужно сдать 17,5 километров в нормативном качестве. Здесь не только дороги по асфальтобетону, сразу хочу сказать, потому что вы слышали, наверное, что ремонтируется дорога на Щукинку. Она переходного типа покрытия, агравийная, но вместе с тем показатель по ровности там должен быть соблюден. То есть эта дорога будет отсыпаться, гридироваться, делаться вот отводные каналы, чтобы обеспечить режим работы правильной дороги. То есть здесь очень большая такая задача. И в этом году мы видим, что показатель будет выполнен. И опять нельзя не сказать, что за счет средств, которые выделяли 150 миллионов, город бы, наверное, этого не сделал. Потому что когда оценивали и делали, готовили проектную смертную документацию на объекты, мэрия города заявила, что на эти деньги можно сделать 11 километров. А показатель 17 никто не отменял. И федеральная структура с нас требовали, чтобы мы смогли все-таки ввести. И здесь опять город попросил руководство области и временно исполняющего обязанности губернатора войти в программу Центра экономического роста с одним из объектов, который бы позволил все-таки в этом году выполнить показатель. Это как раз Щукинка. Там протяженность дороги 6 километров, как раз недостающий, который мы... И сегодня решен вопрос, есть финансирование, работы выполняются. И до конца года мы видим, что показатель по нашему проекту выполнится в полном объеме. Горожане уже, в принципе, видят результаты. Это вот Калинин, это на Пионерской, когда... Ну, в основном, больше речь, наверное, все-таки идет об улице Пионерской, когда идет об устройство не просто дороги, но новые тротуары. А для пеших горожан это, наверное, где-то даже и важнее. Программа есть в надежде, что программа будет продолжена. Ну, это все надеемся. Конечно, мы формируем дополнительные перечни своих, так сказать, пожеланий, в которые входят все объекты, которые мы видим. Это и объекты города Биробиджана, это и объекты, которые по муниципальным образованиям области, ну и региональные также. Один региональный тоже объект, но в этом году за счет планов социально-экономического развития центров экономического роста выполняем. Это вот кто живет в Ленинском районе, в селе Ленинском, прекрасно меня поймут. Там сегодня возводится, ну, на самом деле, очень значимый объект, социально значимый, скажем так. Это обустройство тротуарами и освещением в дороге подъезд в селе Ленинское. А, к селе Ленинское. Да, там три километра будет дороги освещено современным освещением, сейчас возводятся эти все огражденные борденными камнями проезжей части, устроен тротуар. Масштабная работа тоже очень знаковая, поэтому есть о чем, есть что посмотреть. Многие наши, наверное, телезрители вспомнят те самые кадры с паводками и с потоплением, когда дороги, ну, грубо говоря, осталось только такой вот узенький участок направления, поэтому, я думаю, все прекрасно представляют, какой объем там предстоит. Но я почему не случайно сказал про больницу, то есть, ну, да, вот там переулок Больничный, я думаю, для жителей села Ленинское это тоже не менее важный объект, потому что, ну, люди устали после сильных дождей просто там плавать. Здесь тоже вот хотел бы отметить, что этот проект, рабочий проект, который на ремонт переулка Больничный, он сделал был заранее. То есть, администрация муниципального образования еще в прошлом году, даже ранее, чем в прошлом году, позаботилась об этом, подготовила проект и, видите, вот на сегодня поиск источников финансирования увенчался успехом и подрядчик строит современный красивый объект, который будет пользоваться населением села Ленинска. Евгений Николаевич, понятно, у вас хозяйство достаточно приличное. Если мне не изменяет память, у нас протяженность региональных дорог что-то порядка 480 километров, да, а вот местные, ну, муниципальные дороги, там около, там, по-моему, 1900, что ли, да, там, около... Если говорить полностью, какая сеть дорог у нас по области, это более 2500, а туда уже включается федеральная дорога 350 километров, да, наша 479, на сегодня мы уточнили, потому что провели подробную, точную инструментальную диагностику. Это мы сейчас, это вот у меня сейчас такой небольшой к вам будет вопрос, да, и... Ну и плюс ко всему, это у нас 100, порядка около 150, ну, 147, 148, я не помню точно, это мосты и путепроводы. Это наша больная тема. В прошлом году, по-моему, где-то вот год назад мы с вами на эту чему общались, и тогда, как бы, вот шел разговор о, действительно, о некой диагностике, да, то есть целенаправленной программе по диагностике дорог, сооружений, состояния. Тогда вот вы называли цифру, ну, предварительную, конечно, порядка, там, 51, около 52 процентов, что они находятся только, ну, в нормативном состоянии, по 48 процентам, ну, как бы, там раскладывается от плохого до плохого плюс-плюс-плюс, да, аварийного. Немножечко, вот, поподробнее, вот, диагностика, что она дала, и, насколько я так понимаю, это было впервые за долгое время, да, вот проведено? Это было впервые проведено вообще с момента создания области, и когда область включила себе дороги, надо сказать, что все дороги, которые были включены по становлением, ну, грубо говоря, сделаны из колеса, то есть неточными приборами, сейчас приборы, которые пользуются измерительными приборами, которые пользуются соответствующей организацией, которые делают диагностику, они позволяют до метра измерить дорогу очень точно, и с отражением это все в электронном виде, и такую работу действительно мы провели вообще впервые, с момента, как область существовать начала и займела себе дороги. Есть, конечно, там объекты, которые строились по проектной документации, там тоже точные были данные, это вот последние свежие объекты, подъезд всего Нижнеленинская, это как пример, там еще ряд объектов, которые построены были, там тоже все было точно. Остальные, которые мы имели, действительно нужно было провести эту работу, на сегодня мы ее провели и, в принципе, увидели состояние наших дорог. Это, кстати, еще одна тема, наша проблемная, которую сегодня руководство области в лице временно исполняющего губернатора ставит перед правительством Российской Федерации, потому что в нацпроекте мы должны обеспечить один из показателей, это доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, 50% не менее. Мы, когда входили в эту программу, по статистическим данным, которые имелись, показывали, что у нас 45% региональных трасс соответствует нормативным требованиям. Когда провели инструментальную диагностику, то, честно говоря, мы огорчились, у нас 35,5% таких трасс. И вот этот недостаток, 10 и более процентов, как раз составляет около 50 километров. И этот показатель нужно дополнить. То есть до 2024 года нам нужно дополнительно отремонтировать 50 километров региональных трасс. Это немаленький объем работы, это немаленькие средства. Это очень приличный. Да, и мы оцениваем сегодня по существующим объектам-аналогам. Порядка 850 миллионов нам нужно дополнительно за эти годы получить, чтобы реализовать все необходимые объекты и войти с показателем 50% в 2024 год. Этот вопрос был поставлен перед руководством страны сегодня, перед правительством Российской Федерации. Есть понимание о том, что нас услышали, принимают наши доводы и сегодня будет проводиться работа по получению дополнительного финансирования. Для этого нам нужно сделать дополнительные проекты, доказать. Дальше будем двигаться. А что касается мостов, уже задали вопрос. Мосты, да, сопутствующие проверялись и мосты по диагностике, выявленные на территории области. 10 мостов, которые находятся в аварийном, либо предаварийном состоянии. 10 мостов, которые необходимо в ближайшее время отреконструировать либо отремонтировать. Евгений Николаевич, еще в прошлом году правительство России обратилось, насколько я помню, к регионам. Я так понимаю, речь идет о новом федеральном проекте мосты и путепроводы. И как раз в этой программе предусматривалась, ну, скажем так, экстренная помощь регионам по части ремонта или даже какой ремонт? Наверное, реконструкция, строительство новых мостов и путепроводов. Насколько я знаю, тогда Еврейская автономная область сумела попасть в программу. На каком этапе она сегодня находится? Мы работаем с Росавтодором по этому вопросу. Они эту программу пока еще не приняли. Она проходит согласование. Вместе с тем, все необходимые предложения, которые мы должны были дать, мы подали от субъекта. И на сегодня там включены 10 предаварийных мостов и аварийных, и 8 путепроводов, которые включены в проект, подчеркиваю, проект федеральной программы. То есть она до сих пор еще пока не принята, проходит согласование в министерствах. Но разговор с соответствующими сотрудниками, должностными лицами Росавтодора, они говорят, что мы ваши объекты включили, видим, и никто их оттуда убирать пока не собирается. То есть ждем, когда примется окончательная редакция программы. И нас, конечно же, интересует финансирование, потому что у нас на ряд объектов есть уже даже и документы, проектная документация с положительным заключением экспертизы, готовы вступить в эту работу буквально со следующего года, если будет принята соответствующая программа. В этом году открывался не только участок региональной автодороги в опытном поле. В этом году открыли долгожданный мост весьма проблемный через реку Залив в Октябрьском районе. Но в Октябрьском районе еще есть аварийные мосты. Я так понимаю, надо как-то решать вопрос с мостами в облучье, да? Есть такая проблема. Мосты вообще сейчас проблема по всей области. То есть сделаны довольно-таки некачественно, скорее всего, хозяйственным способом, потому что проектов у нас нет. Соответственно, мы 100% уверены, что большинство мостов, которые сейчас проблемные, они строились без проектной документации. Просто хозяйственным способом. Заглянув в подмост, это можно увидеть. Это свайные ряды опор. Объединенные в моноличные и сверху дано пролетное строение из плит. То есть довольно-таки простые конструкции, которые, естественно, в нагрузах современных и воздействия негативного природных факторов, они не выдерживают долгого. Поэтому, да, есть такие проблемы. И в прошлом году мы закрывали свой мост региональный. Вы знаете, по пути в Амурзет мы на 167-м километре. Там есть такой мост из речки-залив, залив 167-й километр дороги. Так вот там, когда мы обследовали его в прошлом году весной, мы увидели, что нужно принимать экстренные меры по прекращению там движения. И остановили там движение, сделали объезд. Сначала этот объезд мы сделали по муниципальной сети дорог, на что получили негатив как от автолюбителей, так и от главы администрации, потому что понятно, что вся нагрузка пошла по кольцу сети местных дорог. Для того, чтобы это все устранить, пока идут проектирования, мы же не было у нас не проектан этот мост пока еще, да. Мы в экстренном СТРе сделали диагностику. Диагностика показала, что нужно делать реконструкцию. Поэтому мы объявили конкурс на проектирование реконструкции этого моста. Но пока это мы все делали. Мы ограничили движение и сделали объездную, наконец. Под Новый год мы сделали на региональной сети коротенькую такую объездную. И все-таки проторговали этот, уже имея проект. Проект у нас на руки поступил. В программу развития сети дорог включили. И с прошлого года там работала компания «Одиктис». Это компания, привлеченная с другого региона, с Хабаровска. Соответствующие лицензии имеет на ремонт мостов. В прошлом году работы были начаты. В этом году успешно завершены. Мост сегодня, можно сказать, отремонтирован с наивысшим качеством, которое можно сделать для ремонта. Проект нам сделала компания «ОО «Азимут» Хабаровск», которая тоже зарекомендовала себя на рынке проектных услуг с хорошей стороны. В этом мосту предусмотрена даже такой конструктив, который раньше ни разу не делался на мостах. Это фильтрование воды, которая с проезжей части моста отводится. Если раньше она просто отводилась и сбрасывалась на откосную часть дороги, чтобы только в речку не попала. А сегодня это сброс воды в фильтры. Она проходит фильтрование, и только после полной очистки она идет в окружающую среду. Замечательно. То есть интересный проект. Достаточно много было сделано в этом году. И наверняка уже какие-то планы строите на окончании года, на год 2021. Какие задачи передорожной отраслью ставит правительство региона? Прошло у нас ряд консультаций и совещаний. Завершающее было временно исполняющим обязанности губернатора Росислава Гольштейн провел. Он выразил свою позицию о том, что мы сегодня должны немножко переформатировать свою работу. В каком плане. То есть мы очень долго строили за свой счет, влаживали деньги дорожного фонда в объект капитального строительства, в реконструкцию. Сегодня он предлагает все-таки перейти на работу по восстановлению существующей инфраструктуры, которая будет выражаться в ремонтах автомобильных дорог в первую очередь. А уже в случае привлечения федеральных каких-то средств, тогда уже запускаются проекты капитального строительства, реконструкции. Конечно, это... Ну, не хотелось бы восстановить реконструкцию, понятно. Но на самом деле это тяжелая очень нагрузка на дорожный фонд Турецкой области. Здесь прав временно исполняющие обязанности губернатора о том, что необходимо здесь более эффективно работать в этом плане и закрывать существующие проблемы. Они есть. Вы знаете, что даже на региональной сети дорог до сих пор не решены вопросы по восстановлению светобетонного покрытия. И это показала инструментальная диагностика. Поэтому будут сделаны... Уже делаются проекты по ремонту подъездных дорог к городу Биробиджану. Это, вот вы знаете, на Хабаровску у нас одна дорога, это восточный подъезд, западный подъезд к городу Биробиджану. Уже выполняются работы по проектированию. Будем ремонтировать их. И также будем смотреть проблемные участки, которые вывела диагностика, и там закрывать проектами. И в перспективе на вот эти деньги, которые имеем на следующий год, ориентиры будут выставлены именно так. Дано еще поручение изучить вопросы местного значения, потому что тоже нельзя оставлять без внимания. Им нужно там помогать и смотреть, где наиболее проблемные какие-то объекты, участки. Еще одно поручение – это мы будем помогать муниципальным образованиям обустраивать пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Очень медленно работа ведется. Она ведется медленно не только из-за того, что организационно подходит слабо муниципальное образование, им надо усиливать, об этом было им сказано, но и плюс возможности бюджетов дорожных фондов муниципальных образований не всегда позволяют в короткие сроки сделать эту работу. Поэтому это основные направления деятельности, которые мы видим на 2021 год. Просматривается четкий такой настрой на концентрацию финансовых ресурсов и, скажем так, производственных мощностей ресурсов на одну точку. Замечательно. Осталось только надеяться, что все эти планы будут реализованы. Ну а качество мы уже увидим на собственных машинах. Качество будет отличное, потому что другого выхода ни у кого нет. Ни у подрядчиков, ни у заказчиков. И что сказать по качеству на национальный проект, это тройная степень контроля. То же самое будет происходить по остальным объектам. То есть все под контролем. И здесь ошибок допускать нам никто не позволяет. Будет все качественно. Спасибо. Напоминаем, сегодня в студии был начальник управления автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской основной области Евгений Турбин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин